Мастерские по пяти компетенциям Теперь студенты колледжа смогут получать практические навыки в современных условиях Ну что, давайте начнем нашу экскурсию и узнаем, чему же здесь можно научиться Итак, сейчас мы находимся в первой мастерской Она называется «Малярные и декоративные работы» А рядом со мной Макеева Елена Владимировна Это руководитель мастерской Елена Владимировна, расскажите, пожалуйста, чем занимаетесь здесь на новом месте? Мастерская только открыта Мы планируем здесь проводить соревнования по WorldSkills Это в соответствии с молодые профессионалы конкурс В соответствии с мировыми стандартами Также здесь мы будем проводить различные мастер-классы На которых можно научиться декоративным работам Допустим, какой-то декоративной отделке поверхностей, стен С использованием штукатурных смесей и различных окрасочных составов Также здесь можно будет получить дополнительное образование по профессии «Маляр» Различные категории и декоратор То есть, получается, вот те ребята, которые учатся По каким специальностям они смогут работать в этой мастерской? По специальности дизайнер, строитель и маляр отделочных работ Как считаете, вот насколько вот эти новые условия помогут студентам вообще реализовать свои возможности? Ну, во-первых, возможностей стало больше для того, чтобы более профессионально освоить все навыки, все компетенции, которые предполагают профессиональным стандартам, да? Благодаря новейшему оборудованию, которым снабжена эта мастерская То есть, ранее это оборудование в обучающем процессе не применялось, не использовалось Раньше говорили, теория там отстает от практики Сейчас больше как-то направленность идет на практические работы То есть, ребята будут уметь уже выполнять какие-то свои основные виды работы То есть, основные компетенции, которыми они будут владеть Скажите, пожалуйста, а чему можно научиться в вашей мастерской? Ну, в нашей мастерской любой человек может научиться проводить качественно дома ремонт Допустим, сделать отделку стен, выравнивание стен, заштукатурить, зашпаклевать И оклейку обоями выполнить, и также нанести различные декоративные покрытия на поверхность стены потолка А чему сегодня меня сможете научить? А сегодня мы вам продемонстрируем возможности создания различных фактурных поверхностей С помощью обычной штукатурной смеси и колера То есть, это очень легко самому с использованием самых простых инструментов То есть, сейчас телезрители, которые увидят, чем мы будем заниматься Они тоже смогут по этому же принципу выполнить какие-то работы в домашних условиях, правильно? Да, правильно, конечно, смогут выполнить Потому что это достаточно просто Можно наносить различные фактурные поверхности с использованием расчески, одежные кисти, щетки и прочих других таких, которые под рукой всегда материал Ну что, пойдемте тогда попробуем что-нибудь сделать? Конечно, пойдемте Мастер-класс у нас называется Нанесение фактурной штукатурки на поверхность Вам мы тоже предоставим такую возможность И сейчас девочки как раз нам покажут, как замешивать растворную смесь Итак, давайте начнем Девчонки, ну вы рассказывайте, что с чем будете мешать? Мы будем мешать воду и штукатурную смесь Отлично, давайте начнем Шпателем мы в воду добавляем смесь Необходимо смеси добавлять столько, чтобы образовались островки из воды Как это понять, Екатерина Владимировна, что такое островки из воды? Ну, на данный момент необходимо, чтобы смесь сухая практически полностью была в воде Чтобы она напиталась водой и только после этого мы начнем размешивать Таким образом не будут образовываться комочки и смесь будет равномерной Мы немножко делаем движения для того, чтобы обогатить смесь еще кислородом Она лежала в мешочке, слежалась, надо ее как бы подрыхлить, как муку То есть сейчас девушка делает это на глаз? Да, но вообще есть расчеты, сколько необходимо воды добавить Мы уже методом расчета примерно знаем, поэтому и говорю, что до образования островков Должна быть растворная смесь, в итоге у нас быть как густая сметана Если, например, мы положили чуть меньше сухой смеси, мы ее добавляем Если мы считаем, что у нас смесь достаточно густая и плохо размешивает, раскладывается шпателем на поверхности Мы можем добавить воды Девчонки, расскажите, почему выбрали такую специальность вообще для обучения? Востребованная профессия в наше время, поэтому мы выбрали ее Влад, то есть с кем ты будешь, когда закончишь колледж? Сложно пока ответить, потому что наша специальность, она арностроводняя И можно пойти во многие сферы Пока как бы я не определилась, куда Например, можешь привести пример, куда? Ну, хотелось бы, по крайней мере, пойти работать в сметное дело и заниматься этим Эта специальность, она довольно интересная И мне хотелось бы развивать именно в строительном деле Ну и также это довольно легко, можно легко найти себе в будущем работу Востребованная профессия Ты кем мечтаешь стать, вот конкретно? Интересно развиваться именно в строительстве, то есть изучать строительство домов Ну и развиваться именно в этом деле Екатерина Владимировна, скажите, пожалуйста, вот сейчас Влада будет выкладывать раствор Как быстро он застывает? Так как у нас раствор на гипсовой основе, гипс у нас быстро схватывается Необходимо раствором пользоваться в течение получаса То есть в течение 30 минут он застынет? В течение 30 минут, да, нам необходимо нанести данную смесь Поэтому нужно очень аккуратно, скажем, объем наводить раствора Ну, для того, чтобы остатков не было и перерасхода материала Скажи, пожалуйста, с чего мы сейчас начнем? Как правильно укладывать этот раствор? Набрать небольшое количество раствора Самое главное, это правильно держать инструмент Чтобы в дальнейшем было удобно им пользоваться А как правильно? Мы кладем ручку на ладонь И указательным пальцем придерживаемся здесь Чтобы у нас рука при движении стояла ровно Так, можно я, наверное, тоже возьму шпатель и попробую вместе с тобой Так что мы берем раствор, да? Ручка вот так у нас И получается вот Какой слой должен быть? Ну, в данном случае толщина раствора не несет никакой важной функции Потому что мы выполняем декоративную работу Во время отделки помещений, конечно, она учитывается Это зависит как от материала, так и от прямого назначения штукатурки Ну, здесь примерно это сколько? Ну, около 5 мм будет достаточно Итак, мы нанесли слой штукатурки, правильно я это назвала? Или не очень? Вы назвали правильно, но вы уже во время нанесения придали ему некую фактуру Давайте с вами немножечко все-таки разровняем, чтобы нам показать телезрителям Что мы можем с поверхностью сделать То есть это можно либо широким шпателем взять за один раз провести Вот Влада у нас делает То есть изначально у нас должно получиться все идеально ровно? Ну, не совсем идеально ровно, но максимально То есть если у вас есть какой-либо уже придуманный узор Или вам необходимо повторить то, что, например, дизайнер нарисовал То, конечно, поверхность должна быть более-менее гладкой Ну, сейчас Влада, получается, разровняла, да? А теперь что мы будем делать? А теперь при помощи обычных того же, кстати, инструмента шпателя Лопатки можно придать фактуру на отрыв, например Вы тоже можете использовать То есть? Да, прижимаем всей поверхностью Вот так? Да, и вот у нас такие получаются Фактурные уже рисунки на поверхности То есть методом на отрыв Мы это делаем как бы в таком хаотичном порядке, да? Да, да, конечно Но, тем не менее, у нас получился вот такой своеобразный рисунок, да? Да, на что похоже? Например, на какую-то там Волны, да Вот мне тоже, кстати, волны напомнила Да, поверхность моря, да И второй метод тоже можно сейчас подровнять поверхность Чтобы телезрители увидели другое нанесение При помощи другого инструмента И возьмем обычную уже одежную щетку Да, щетка Вот простая щетка, да, у нас в руках сейчас Так, ей мы как? Водить нужно или что делать? Смотрите, ну, можно придать, например, круговые уже какие-то фактуры Да, соответственно То есть там вот смотря что, да? Да Как-то вот На облака уже будет достаточно похожа фактура А еще как мы можем, например, этой щеткой делать? А еще можете просто провести, например, вертикальные или горизонтальные полосы В зависимости от того, какая у нас поверхность То есть вот мы видим, да? Да Мы можем разную совершенно картинку придать Естественно, где-то можно подровнять Итак, вот с помощью обычной щетки, да, это щетка для обуви или... Ну, для стирки, да? Для стирки, да С помощью обычной щетки мы можем сделать дома ремонт Например, задекорировать какую-то поверхность Вот чем мы сейчас и занимаемся Балкон или, может быть, междверное пространство можно таким образом задекорировать Часто же у нас двери новые ставят Или, например, откосы А не хотим мы пластик устанавливать И можно таким образом при помощи декоративной штукатурки Себе улучшить качественные показатели интерьера Итак, мы заранее за кадром подготовили поверхности Нанесли на них гипс Он у нас уже затвердел А сейчас мы с Марией приступим к раскрашиванию Для этого, Маш, что мы будем использовать? Вот такую простую губку Представьте, которую мы моем посуду Вот она нам поможет сейчас в том, чтобы нанести красивый рисунок То есть мы будем что делать? Мы будем колером наносить краску на застывшую поверхность Итак, приступаем Можно было заранее нарисовать какой-то рисунок Но вот у меня просто вот такая поверхность И я хочу Типа как градиент попробовать сделать Ну, не знаю, конечно, получится У меня это или нет А ты что будешь делать, Маша? Расскажи У меня готовый рисунок Это дерево Я покрываю его краской Ну, зеленое – это листва Ствол И поверхность, которая окружает дерево Так, ну у меня рисунка нет У меня просто такая вот фактура И я просто потренируюсь немножечко Я уже поняла, что задуманное у меня не получится Приходите к нам еще Вот, ну я просто попробую вот такие переходы сделать цветовые На самом деле работа очень интересная Можно даже закрашивать и чуть-чуть оставляя, скажем, вот поверхность гипса Тогда она у нас будет такая как бы Как понять, чтобы белые пробелы оставались? Да, с пробелом, такую подстарину что-то Вот, в зависимости, конечно, от ваших идей Таким же образом можно, кстати, имитировать кирпичную кладку Используя, например, во время нанесения штукатурной смеси Малярный скотч То есть имитировать при помощи скотча кладку А затем, после того, как растворная смесь застынет Убрать скотч И просто покрасить, например, в определенный цвет Кому-то нравится белый цвет, кому-то нравится черный цвет Тоже попробуйте На самом деле, то, чем сейчас мы занимаемся Это достаточно трудоемкий процесс Для того, чтобы изобразить какое-то красивое изображение Нужно потратить приличное количество времени Я вот просто сегодня попробовала поработать с цветом И поработать с самой фактурой А заранее студенты колледжа уже сделали, да? Вот такие работы Расскажите о них Ну вот, также работа Мария При подготовке к данному мастер-классу Также вы можете наблюдать, например, фактурное нанесение щеткой Горизонтальные полосы При помощи шпателя она придавала форму стволу И при помощи губки листву Видите, на одной поверхности у нас сочетается несколько фактурных нанесений Итак, ну а это у нас был мастер-класс по малярно-декоративным работам Ну а мы идем дальше Смотрите программу «Я в Бийске» на странице Бийского телевидения на видеохостинге YouTube В группах «Бийск мой город» в социальных сетях А также на официальном сайте газеты «Бийский рабочий» bwork.ru Редактор субтитров А.Семкин